Kinect, Microsoft Kinect. Во-первых, компания Microsoft сделала уже два Kinect. Первый и второй Kinect. Чем он отличается в первую очередь от обычной камеры? Да, потому что раньше Kinect не было. Kinect анонсировали в 2010 году. Раньше все жили как-то с обычной веб-камерой, делали интернет-инсталляции. Принципиальное отличие Kinect от веб-камеры это то, что в эту веб-камеру добавили еще датчик глубины, который позволяет определять именно объем, объем пространства. Вот если вы видите сейчас на этой картинке, вроде как там все читается. Вот смотрите, слева, самая верхняя картинка, это именно вот этот инфокрасный источник, инфокрасный камер, который видит. Это снизу по центру это RGB, а снизу это просто, я так понимаю, глубина. Но справа вот именно как данные передаются в компьютер в любую программу, которая работает уже с этим объемом. То есть все, мы из плоской картинки получаем объемную картинку. Соответственно, мы понимаем, что человек становится не плоским, а становится объемным. Соответственно, с этими данными мы можем уже работать как угодно. Наверняка все видели проекты, где человек там из точек состоит, он объемный получается и так далее. Это вот все с помощью Kinect мы можем делать. Потому что здесь мы получаем данные о каждом его положении. Каждой точке в пространстве передается в программу, и мы можем составить 3D-модель вот этой руки. Это очень удобно. Здесь, соответственно, появляется для любого креатора куча-куча возможностей, и мы можем с этими данными уже работать и делать супер-мега интерактивные инсталляции. Вот. То есть самое главное принципиальное отличие это то, что эта камера видит в 3D. Дальше. Почему ее используют и где ее используют? Первое. Во-первых, камера, она позволяет трекать все положение лица. То есть это Head Tracking. И второе это Face Tracking. То есть если вы видите вот эти вот точки, которые порядка, по-моему, 120... Да, там по-разному бывает. Там 80 и 120, какие-то разные точки. То есть Kinect позволяет определять все положение лица. Он может понять, что моргаете, вы не моргаете, поднимаются у вас ресницы, не поднимаются у вас ресницы, открыт рот, закрыт рот. Вот. И эти все данные передаются, соответственно, в программу. У вас, соответственно, в программе это может быть какое-то чудовище, которое может говорить или еще что-то. Может кто-то макап просто снимать. Второе. Это Kinect позволяет, определяет скелет человека. Это очень важная фишка, потому что вот если мы вспомним сегодня ролик, который я показывал, где танцуют люди, да, это ролик, в котором стоял Kinect, и он определял положение скелета. То есть если вы видите, то вот эта картинка, вот на картинке вот эти вот линии простроены. То есть вот этот вот скелект, который автоматически передается уже в программу, и в реальном времени, если мы там присеяли, подняли руки, то мы это понимаем, и, соответственно, мы можем запрограммировать это уже на сцене. На том же танце, если я поднял руки вверх, то, соответственно, у меня все эти точки сзади меня, они пойдут наверх. Вот. То есть здесь уже любые взаимодействия возможны. Вот. Опять же, возвращаясь, если к фейс-трекингу, да, тут очень кто-то спрашивали меня про кейсы. Очень интересный кейс. Это когда мы трекаем лицо и в реальном времени выводим контент. То есть вот этот весь контент, он в реальном времени. Это не записанный как будто ролик. Стоит Kinect, он определяет лицо, и получается вот такой прикольный эффект. То есть под биты это все реагирует, все точки прыгают вверх-вниз. Мы можем определять размер глаз, рта, и, соответственно, мы можем туда светить, можем туда не светить. Вот видите, мы сейчас определили, где глаза, и светим только на глаза. Ну и, соответственно, можно сделать наоборот. То есть механик очень много. Вот видите, все это реагирует под звук. Чтобы вы понимали, это проект трехлетней давности. Сейчас разница между первым и вторым Kinect достаточно существенная, потому что первый Kinect трекал с разрешением 3D-камеры 320 на 240. Соответственно, было много-много ограничений. Kinect плохо срабатывал, скелет иногда терялся и так далее. Сейчас вышел второй Kinect, у него гораздо лучше сенсор, с ним гораздо приятнее работать. Вот, и есть несколько но. А, кстати, еще продолжение хедтрекинга. Вот все инсталляции, которые мы делали для оргкомитета, для фанатов, потом вот для тройки, мы сначала делали на первом Kinect, но у первого Kinect была плохая веб-камера. Мы, соответственно, добавляли еще RGB-камеру и совмещали это. Это был, ну, это был страшный ад. Боль всех программистов совместить 3D-картинку с RGB-картинкой. Но других вариантов не было. Чтобы выводить хорошую картинку и туда уже накладывать какой-то 3D-объект, 3D-те же шапки, с первым Kinect было сделать сложно. Соответственно, было такое совмещение. Первый Kinect плюс RGB-камера. Потом вот мы на своей инсталляции с фанатами использовали новый SDK, Visage. Он позволял делать хедтрекинг с помощью обычной веб-камеры. То есть вам не нужна 3D-камера, вам нужна просто обычная веб-камера. Это стало гораздо лучше, конечно. Мы проработали порядка двух лет на этом Visage, делали несколько проектов. В принципе, в целом мы не вот прям были очень довольны этим трекингом, но сейчас, когда вышел второй Kinect, мы сейчас переделали, соответственно, все инсталляции под хедтрекинг второго Kinect. И очень довольны результатом. То есть он очень хорошо определяет положение главы, и, соответственно, в зависимости от этого мы уже можем накладывать различные 3D-объекты, фигуры, да что угодно. Ну и плюс, опять же, мы можем очень хорошо трекать лицо в реальном времени. Если Kinect, правда, стоит достаточно близко и большое, но учитывая, что Kinect работает на инфракрасном спектре, то не на всех уличных инсталляциях это будет работать, потому что Солнце содержит тоже так же инфракрасный спектр и перебивает инфракрасный свет, который уходит из Kinect. Вот, ну, я сейчас тут слайд, я не сделал слайд, я сейчас просто покажу вообще, какие существуют аналоги. Ну, соответственно, это первый Kinect, в котором, в принципе, иногда мы используем инсталляции, где просто нам нужно определить, зашел человек в инсталляцию или не зашел человек в инсталляцию. Вот, соответственно, второй Kinect, вот как раз он работал у нас сейчас на хэттрекинге в Track of Air на ярмарке. Вот, здесь обратите внимание, что совмещена, соответственно, очень хорошо камера с 3D-камерой, потому что здесь, соответственно, три камеры, это было очень сложно соединять. Вот, есть несколько аналогов для различных задач, то есть Kinect, по факту, это только название камеры, а есть несколько камер, которые используются под различные задачи. К примеру, вот совсем новая камера, это вот совместно Креатив и Intel, они выписали вот такую камеру, это RealSense он называется, если я не ошибаюсь, да. Сейчас эта камера позволяет повесить вот так вот на ноутбук, и вот примерно вот с такого расстояния, да, Миша? Ну, 10 сантиметров. 10 сантиметров, да, то есть он позволяет определять объем. Это очень, на самом деле, крутая штука. В зависимости от различных ситуаций, вы можете использовать эту железку и, там, не знаю, сканировать лицо, там, трекать жесты руками, играть в каменную жинцую бумагу с своим компьютером и так далее. Вот эта камера, которая, не знаю, есть в продаже, по-моему, еще нет продажи. Они, по-моему, даже не будут выпускать, а потом... А, да, они будут интегрировать это в свои ноутбуки, но вот как раз вот Миша ездил на конференцию, получил это как DevKit, который вот... Как ты... Ты можешь какой-то комментарий сказать? Хорошо, плохо, хорошо трекает? Ну, это просто что-то между кинетом и с мотором. Да, ну вот... Оно не трекает, это совсем полный стирек, а то хорошо трекает. Да, ну то есть вот использование именно для жестов, для трекинг жестов. Вот... Сейчас тут кто-то вопросы задает, сейчас, секунду. Струкши сенсор, да. Ну, короче, вот, это камера, которая позволяет трекать на близком расстоянии именно 3D какие-то объекты. Вот. Еще есть струкши сенсор, который мы успешно использовали. То есть это вот такая вот штучка. По факту это маленький кинет, который, ну, конечно, чуть ли не уменьшит сенсор, но он в реальном времени тоже так же позволяет работать с кинетом. А, я сейчас покажу просто как это устанавливается. То есть вы берете айпад и надеваете просто вот так вот чехол. Он, соответственно, держится, подсоединяется в айпад. Все, и у вас готовый мобильный кинет. Я сейчас покажу небольшой проект, как мы использовали это на Junior Ginger. Мы еще не выложили этот ролик. Я думаю, что скоро уже выложим. Какие механики просто возможносты с такими штуками. Вот. Здесь в чем была фишка? Был мобильный айпад, с которым я, соответственно, ходил просто по сцене и снимал всех людей. И это в реальном времени выводилось на большой экран диодный. И, соответственно, мы выводили не плоскую картинку, мы выводили такой в объеме. И, соответственно, это все реагировало еще под звук. То есть вот такой интересный вид джинг, где сами зрители как-то старались участвовать, прикольно танцевать, чтобы показаться на экране. Тоже интересное погружение. Все старались что-то там станцевать. Я прям видел, как люди хотели попозировать немножко перед этим. Вот. Вот такая камера. Используется. Использовали, в принципе, довольные. Единственное, конечно, качество сенсора не очень хорошее, но для его размеров и для задач, которые мы использовали, в принципе, мы очень довольны. Достаточно стабильно, то есть не было проблем, что кто-то там вылетал и так далее. Вот. Опять же, всегда имейте бэкап. У нас было две камеры, соответственно, два айпада. Жрет батарейку. Вот. Быстро поменяли на второй айпад и лайвстримили уже с него. Вот. 13.20 уже. Ну, в принципе, все.